Здравствуйте! Это программа «Неделя города». О главных новостях пятницы и уходящей недели расскажут мои коллеги и я, Дина Исляева. Рязанский Кокорин и Мамаев, двое футболистов, ограбили женщину. Время покупать новогоднюю красавицу. Как сделать, чтобы елка простояла дольше? Праздник к нам приходит. В Рязань на открытие новогодней деревни приехал главный Дед Мороз страны. Жестоко избили и ограбили. В центре Рязани футболисты напали на женщину, которая снимала крупную сумму в банкомате. Задержать преступников удалось по горячим следам. Подробности у Галины Кудряшовой. Решила прогуляться ночью до банкомата, чтобы снять крупную сумму. Деньги рязанской предпринимательницы нужны были утром, однако по дороге домой на нее напали двое. Добычей стали 36 тысяч рублей и мобильный телефон. Избиение зафиксировали камеры видеонаблюдения, а пострадавшая смогла назвать предметы нападавших. В ходе опроса местных жителей и обследования дворов полицейские остановили двух мужчин, похожих на разыскиваемых. У 21-летнего рязанца и его 19-летнего приятеля обнаружили сотовый телефон, похищенный у пострадавшей и часть денег. Злоумышленников задержали. Нападение произошло недалеко от площади Победы. Нападавшие снимали рядом квартиру. В этот день они были пьяными и уже за полночь вышли на улицу. Свою вину молодые люди признали. Также следствию удалось установить личности нападавших. Ими оказались игроки одной из областных футбольных команд. В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело. По части 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это грабеж. По данной статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет. Часть похищенного изъята. Подозреваемые задержаны в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Стоит отметить, что преступление было раскрыто по горячим следам уже через полчаса после обращения пострадавшей. В Рязани на главном здании Политехнического института открыли памятную доску, посвященную Герою Советского Союза Александру Белякову. На торжественном мероприятии присутствовали представители власти, педагоги, студенты и сослуживец Белякова Владимир Мазеин. Патриотизм не на словах, а на деле студенты, педагоги, представители общественности приняли участие в торжественном открытии памятной доски Герою Советского Союза Александру Белякову. В УЗИ ровно год назад уже была открыта аудитория, посвященная легендарному летчику. Теперь память увековечили на фасаде здания, где он когда-то учился и преподавал. Особые слова благодарности хочется сказать в адрес нашего Политехнического института и лично Игоря Александровича Мурога. Огромная патриотическая работа, которую проводит наш институт, конечно, замечена всеми рязанцами. На торжественном мероприятии конференции «Рязань. Земля Героев», которая начала свою работу сразу после открытия доски, присутствовал ветеран Великой Отечественной войны сослуживец Александра Белякова Владимир Мазеин. Он признался, очень приятно, что память о его наставнике живет и сохраняется. Я горжусь тем, что мне пришлось служить при Александре Андреевичу. Когда после ранения я попал в эту школу, в высшую школу штурманов. К участникам конференции по видеосвязи обратился внук Александра Белякова Александр Янушкевичос. Прозвучало приветствие заведующего военной кафедры МФТИ. По мнению директора Рязанского Политехнического института Игоря Мурога, необходимо не просто рассказывать молодежи о легендарных военных, благодаря которым в страшные годы народ отстоял эту страну и подарил мирное небо всем последующим поколениям. Но и самим не забывать о том, кому мы обязаны жизнью. Вы подумайте только, в то непростое время открыть школу штурманов, подготовить более 20 героев Советского Союза, выпускники этой школы, более 400 экипажей боевых самолетов. Еще одним примером мужества и чести стал приглашенный гость. Герой России Святослав Голубятников. Он был участником военных действий в Афганистане и Чечне. И не понаслышке знает, что значит родину защищать. Он говорит, был воспитан на примере таких людей, как Беляков. Александра Васильевича Белякова, как и Байдукова и Чкалова, мы все знали с детства, когда еще учились в школе. Про таких, как Александр Беляков, снимали фильмы и писали рассказы. Он служил вместе с Чапаевым. Легендарные личности, на примере которых выросли новые поколения героев. Рязанский политех знакомит именно с ними. Мария Рудаев, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». 28 лет исполнилось сегодня со дня основания пенсионного фонда. В Рязанском отделении подвели итоги работы за год и рассказали о предстоящем повышении пенсий. Отделение пенсионного фонда по Рязанской области обслуживает более 380 тысяч пенсионеров. Ежегодно расходы на выплаты пенсии увеличиваются. В этом году они превысили 70 миллиардов рублей. Фонд предоставляет более 25 видов государственных услуг. Обслуживает федеральных льготников. Специалисты занимаются введением индивидуальных лицевых счетов. До 2022 года продлена программа материнского семейного капитала, которую также реализует пенсионный фонд. Отделением с начала действия программы выдан уже более 62 тысяч государственных сертификатов. А общий объем средств, которые мы выплатили на материнский семейный капитал, с 2007 по сегодняшний день превышает уже 15 миллиардов рублей. Ежегодно в пенсионном фонде увеличивается процент услуг, предоставляемых через электронные сервисы и бесплатные приложения для смартфонов. С 1 января 2019 года на 7% будет произведена индексация страховых пенсий неработающим пенсионерам. И на 25% увеличится размер фиксированной выплаты к страховой пенсии. Дина Ислеева, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Один из главных символов Нового года – это елка. Вот только как выбрать лесную красавицу и сделать так, чтобы она простояла дольше, расскажет Валерий Седов. Обычно покупатели выбирают живую елку по нескольким критериям. Во-первых, она должна быть пушистой как снизу, так и сверху. В таком случае елка простоит куда дольше. Во-вторых, следует обратить внимание на иголки. Можно даже понюхать. Ведь из-за ощущения праздника люди и покупают елки настоящие. И как раз есть место, где лесные красавицы соответствуют всем критериям. Наши елочки срезаны совсем недавно, что позволяет возможность им дольше храниться. Наши елочки самые пушистые в городе. Я ездил, смотрел по городу, то есть наши самые пушистые. Кирилл Чернышев рассказал, что елку не стоит сразу заносить в квартиру. Нужно дать ей постоять час или в подъезде, или на балконе, чтобы не было резкого перепада температуры. Тогда она простоит на порядок дольше. На торговой точке представлены елки высотой от полутора до двух метров. Цена за такую от 999 рублей. И при покупке есть несколько бонусов. У нас осуществляется бесплатная доставка. То есть вы можете прийти к нам на точку и выбрать любую елочку. И мы доставим ее до вашего дома совершенно бесплатно. Также бонусом мы отправляем на вашу электронную почту видео поздравления именной от Дедушки Мороза для вашего ребенка. Совершенно бесплатно. Все елки прошли карантинную проверку. Притом красавицы эти не рязанские. Кирилл рассказал, что местные елки хлипкие и иголки с них осыпаются очень быстро. Весь ассортимент представлены здесь из Перми. Кирилл признался, что на качестве они не экономят. Такую красоту отмечают и люди. Красивые елки. Красивые. У нее есть объем. Я думаю, хорошо будет смотреться. Очень-очень симпатичные, естественно. Как бы такие все масштабные. Они все такие яркие, такие пышные. Видно, что пушистенькие, ровненькие. Все вроде на месте. Иголочки. Как положено. Как в лесу. Торговая точка расположена у ТРЦ «Премьер» справа от главного входа. Притом не обязательно на место приезжать. Можно заказать доставку по телефону, описав необходимые параметры. И елку доставят вам домой совершенно бесплатно. Валерий Седов, Станислав Кудряшов. Телекомпания. Город. Теперь к итогам недели. С 8 рублей до 11. Взносы на капитальный ремонт поднимут почти на 45%. Целесообразны ли это и как к такой идее отнеслись рязанцы в нашем следующем сюжете. Жители многоквартирных домов теперь будут платить за капитальный ремонт больше. С 1 января тариф увеличится практически в половину. И такая сумма за один квадратный метр сразу выведет Рязань чуть ли не в лидеры по стоимости. Мы проанализировали, как выглядит стоимость взносов в других регионах России. Пришли к выводу, что в Рязанской области даже сейчас действующий тариф 8 рублей 2 копейки с одного метра. Он выше, чем, ну скажем так, у наших ближайших соседей. Ниже тариф во Владимире 6,50. Ниже тариф в Тамбове, там по-моему 6,70. До самого дорогого региона Москвы, конечно же, не добраться. Там и сумма повыше, и качество жизни, и обслуживание. Министр ЖКХ и ТЭК Андрей Горелов и директор регионального фонда капремонта Марина Бондарева объяснили такой скачок цен тем, что, цитата, «увеличение тарифа будет способствовать выполнению программы и финансовой устойчивости областного фонда капремонта». Напомним, что на данный момент дефицит бюджета регионального фонда 4 миллиарда рублей. И одна из причин, по словам Андрея Горелова, это низкий тариф на капитальный ремонт. Рязанцы такой рост тарифа не поддержали. Это слишком много, конечно. Нам, пенсионерам, блин, это тяжеловато. Вы знаете, мы, наверное, не доживем, пока в нашем доме сделают капитальный ремонт. А такие деньги мы платим, что и зарплата маленькая, и пенсия маленькая. Поэтому я абсолютно отрицательна. Надо расходовать те старица с умом, которые... Есть. Вы знаете, от нас это не зависит. Поднимут, значит, будут платить. Пенсионерам нужно бросать все, уезжать в деревню, сдавать квартиру, потому что невозможно жить. Это у нас только лежит поднять, а не снизить. Все бы ничего, если у рязанцев опроса не вызывало само качество такого ремонта. Печатные телевизионные СМИ не раз делали репортажи о подобных случаях. Обращались к капремонту, звонили. Все, подрядчик вчера пришел вокруг, обошел и ушел. Ничего не делают. Уже месяц, наверное, не делают ничего. У всех течет. Вот у соседа обвалился потолок. У соседей треснул этот потолок. В том подъезде тоже течет. На улице Медицинской, дом 14, капитальный ремонт крыши так и не закончили. В результате в квартирах холодно и сыро. Идеться от этого некуда. А на проезде Грибоедова в доме номер 5 капитальный ремонт провели. Потратили на это чуть больше полутора миллионов рублей. Это, конечно же, большой плюс. Вот только местами здание все равно не доделано. А что самое интересное, дом этот под расселение. Через 3-4 года здесь не останется никого. Капитальный ремонт всегда хорошо, когда что-то ремонтируется. Но если хотят сносить, зачем это делать? Если через 3 года обещают снести, для чего это делается? Я не могу понять. Я считаю, что не имеет смысла. Просто это идет как бы отмывка денег и все. Или же на том проезде Грибоедова в домах 16 и 18 капитальный ремонт здесь, по словам жильцов, провели с горем пополам. Тянули со сроками. Ну нормально вроде все сделали. Не знаю, жалоба вроде нет. Я так думаю, что да. А там не знаю. На втором этаже что-то обваливалось. Я не знаю. Основной вопрос, который интересует всех, повлияет ли увеличение тарифа на качество работ. Или все так и останется на прежнем уровне. Есть, конечно, примеры и положительные. Таких тоже хватает. Вот только они тонут в широко освещаемых случаях, когда люди живут в недостроенных домах и разваливающихся строениях. Не все горожане готовы мириться с повышением цены тарифов. Они проведут акцию под названием «Желтые жилеты». Это будет мирное шествие. Валерий Седов, Игорь Глотов. Телекомпания. Город. В Рязани впервые пересадили почку пациенту от посмертного донора. Раньше для этого нужно было обращаться в крупные медицинские центры страны. Теперь такие операции будут проводиться у нас. Все необходимое для этого есть. Современная клиническая база и высочайший профессионализм рязанских врачей. Это то, чего ждали с нетерпением и медики, и пациенты. Трансплантация в Рязани состоялась. 25 врачей УКБ и несколько человек из Москвы провели в операционной всю ночь. Они смогли пересадить почку пациенту от посмертного донора. По словам главного врача УКБ Дмитрия Хубезова, это событие стало самым главным за последние несколько лет. Рязань перешла на качественно новый уровень хирургии. Чтобы делать пересадку органов, хирургия должна быть не просто хорошей, а идеальной. Во всех других случаях ничего хорошего не произойдет. Второе, может быть даже не менее важное, более важное, это очень хорошая должна быть служба выхаживания этих пациентов. Потому что уровень реаниматологии и анестезиологии в этом случае, он должен быть принципиально тоже другим. В начале июля между областной клинической больницей и Национальным медицинским исследовательским центром трансплантологии искусственных органов был подписан договор о сотрудничестве. С тех пор не прекращалась работа по подготовке к трансплантации. Рязанские врачи прошли соответствующее обучение, больница получила лицензию. И вот событие, которого так ждали, свершилось. В листе ожиданий уже 300 пациентов, которым необходима пересадка почки. Это количество больных на гемодиализе. Каждый год их приходят новые. В идеальной ситуации хотя бы сделать, когда их остается примерно человек 200-150, то есть чтобы вновь которые приходят на диализ, вот этому же количеству делать пересадку почки. Особенно это преддиализные больные. Для того, чтобы проводить операции по трансплантации, необходимо учесть множество факторов, среди которых совместимость пациента с донором. Серьезное внимание, по словам Дмитрия Хубезова, будет уделяться родственной трансплантации. А пока главная цель достигнута. Операция проведена. Пациентке 39 лет. Сейчас она находится в отделении интенсивной терапии. У женщины была хроническая почечная недостаточность с сопутствующими заболеваниями. Ей приходилось ездить на гемодиализ три раза в неделю. По словам главного трансплантолога региона Дмитрия Карпова, который непосредственно принимал участие в операции, теперь женщина сможет жить нормальной жизнью. Это даст ей свободу, это даст ей возможность передвижения. Мало того, я хочу вам сказать, что есть в мировой практике случаи, когда люди рожают не одного и двух детей. И после трансплантации органов находятся на заместительной почечной терапии, в частности, вот именно после трансплантации почки, и 30, и 35, и 40 лет. И люди после трансплантации ведут полноценный образ жизни. Это первая операция, но врачи уверяют, далеко не последняя. В ближайших планах провести в стенах ОКБ трансплантацию печени. Для этого есть клиническая база, а самое главное – золотые руки врачей, которые помогают жить и дают надежду. Мария Руда и Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Рухнуло около 100 мостов. Это статистика по России менее чем за год. Главные причины – превышение допустимых нагрузок, старение сооружений и плохое содержание. Сейчас, по данным Росавтодора, пятая часть из более чем 40 тысяч мостов страны находится в неудовлетворительном состоянии. Мы выяснили, есть ли угроза для Рязанского моста через ОКУ. Работа при конструкции дорожного полотна освещала, наверное, каждая СМИ в городе. А вот под мост не заглядывал никто. Так что же здесь происходит? Давайте выясним. Как говорят эксперты, узнать прочность моста визуально можно, взглянув на его опоры. Это большие бетонные колонны, которые выдерживают весь вес. А нагрузка на них падает колоссальная. Мост на Солочью закончились строить в 1972 году. Строительство заняло 4 года. И с тех пор этот путь является важной городской артерией. О дальнейших работах на мосту неизвестно. Из сообщений в средствах массовой информации стало понятно, что к 2006 году трещины на опорах стало видно невооруженным глазом. А из бетона уже виднелись куски арматуры. Поэтому вскоре начался ремонт. Действительно, в 2009-2010 году проводились ремонты на этом мосту. Но они проводились именно на несущих конструкциях. На самих несущих балках. Мы их также ремонтировали, укрепляли. Ремонтировали то, что там оголенная арматура уже была. С тех пор прошло несколько лет. Время взяло свое. Местами заметны трещины. Правда, эксперт поспешил успокоить. Защитный слой не отвалился. То есть нет ржавления конструкций арматурных. Те, которые как каркасов. Арматурных каркасов. Это уже финишная обработка. Здесь идет протекание. Либо здесь, исходя из этого, где-то, скорее всего, желоб, в который вода бежит. Обыкновенное намокание бетона. То есть в данный момент здесь ничего страшного нет. Вадим Кизелев судил о состоянии моста по фотографиям со съемок. Для того, чтобы вынести лучшее решение, нужна лабораторная экспертиза неразрушимым способом. Второй важный аспект – сами опоры. У нас нет рыжих пятен. Рыжие пятна образуются в связи с тем, что отскакивает, отваливается, отскакивает защитный слой. Это как минимум 5 сантиметров до арматурного каркаса. Здесь у нас защитный слой не отвалился. Ржавых пятен не видно. И даже не видно намокания. Поэтому в данный момент вот эта вот колонна, по крайней мере, вот эта, никаких опасений не вызывает. Конечно, все эти суждения выносятся без экспертизы. По словам специалистов, за мостом должны постоянно следить. Люди, которые делают обходы, обращают внимание на трещины и намокания. На опорах они начнут идти именно с углов. Это и будет первым звонком. Тогда работы по реставрации необходимо начать как можно быстрее. И, что примечательно, на движение по самому мосту они никак не повлияют. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, Игорь Глотов. Телекомпания. Город. Ремонт в подарок на Новый год. 79-летней женщине-инвалиду, в квартире которой произошел пожар, помогают общими усилиями. Стараниями администрацию города привели в порядок комнату, а студенты и неравнодушные рязанцы занимаются кухней и ванной. В квартире, где проживает женщина-инвалид и сын, который не может отойти от больной матери ни на шаг, произошел пожар. Сделать своими силами ремонт семья не смогла. О проблеме написали неравнодушные люди в соцсетях. Сейчас Мария Кожухова в госпитале для ветеранов. Ее уговорили туда переехать на время ремонта. Женщина не может передвигаться самостоятельно, а там о ней позаботятся и подлечат. Из комнаты вынесли старую мебель, убрали мусор. Сейчас и не скажут, что в квартире произошел пожар. Силами администрации города была отремонтирована комната. Проведен был косметический ремонт, поклевка стен, натяжной потолок, линолеум, установка пластиковых окон. Ремонт идет с 10 декабря. За это время здесь собрались неравнодушные рязанцы. Девушки помогают разбирать вещи, наводить в порядок. Мужчины выполняют основные работы. У нас есть Никита, отвечает за строительство, то есть он все делает сам. Вот Дмитрий, сейчас который делает ванну, он в сантехнику, то есть все он делает, все на нем. То есть это все неравнодушные люди тоже, они ни за деньги, ни за что. Впереди еще большая часть работ. Предстоит полностью заменить коммуникации, установить новую сантехнику. Дефицита средств нет, денег удалось собрать достаточно, не хватает рабочих рук. Добровольцы находятся в квартире практически с раннего утра до позднего вечера и будут рады любой помощи. Дина Ислева, Игорь Глотов, телекомпания «Город». На открытии новогодней деревни в Рязань приехал Дед Мороз из Великого Устюга. В этом году деревня работает в лесопарке. Здесь установили резиденцию главного праздничного волшебника. Залили каток, построили горки и площадки для проведения мастер-классов. Дед Мороз приехал в Рязань из Устюга. Рассказал, что 18 ноября праздновал свой день рождения, зажег первую новогоднюю ель в Устюге и дал старт новогоднему путешествию. Был уже в Якутии, был в Шаркане, в Удмуртии, был в Ядских полянах, был в Волонсе, был в Воронеже. Много городов объехал, но много еще предстоит сделать. И завтра уже я буду в Самаре, послезавтра в Тольятти. Так что до Нового года я еще сделаю много хороших, добрых дел. Визит главного Деда Мороза страны стал центральным событием праздника. В Новогодней деревне открылась резиденция главного волшебника. Сразу после открытия к нему выстроилась очередь из желающих. Дед Мороз, желаю тебе хорошо отметить Новый год, который ты придумал. Поздравить ребят, маленьких и больших. И всего хорошего. Рассказывали стихи, пели песни. Каждому гостю Дед Мороз и Снегурочка вручили грамоту, билет на мастер-класс и расписание работы новогодней деревни. Мы все-таки надеемся стать новогодней российской столицей. Поданы все документы областного центра для того, чтобы мы стали достойны следующим кандидатом после Тулы. К празднику в лесопарке залили каток, установили горки для детей и взрослых, открыли сувенирную лавку. Анастасия пришла с дочерью Мирославы и сыном Виталием, чтобы отправить новогоднее послание. Писали письмо Деду Морозу и сегодня отправили. Ребенок ждет чудо, ждет подарков. Дед Мороз, что заказали дети? Для кукол. Руби-стандарт или сапар 60. Поздравить с открытием новогодней деревни жителей Рязани приехала глава муниципального образования, председатель Рязанской городской думы Юлия Рокотянская. Деревня будет открыта для вас все выходные, все бесплатно для того, чтобы наши детишки, родители, гости нашего родного города получили максимальное удовольствие праздника. Счастья, новогоднего настроения и, конечно же, исполнение всех заветных желаний. Рязанцы, посетившие новогоднюю деревню, получили заряд праздничного настроения. Замечательная новогодняя деревня, нам очень нравится, очень красиво все украшено. Прекрасно, удивительное впечатление, на самом деле атмосфера замечательная, детей много, все радуются, в горке понравилось. Новогодняя деревня будет работать каждый день. Начало мастер-классов и развлекательной программы в 18 часов. Дина Исляева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Искусство остановившегося мгновений и память на долгие годы. Сделать стильные новогодние фотографии и погрузиться в атмосферу предстоящих праздников можно в сани-студию. Пять новогодних локаций и более десяти тематических помогут реализовать любую идею, а богатая коллекция костюмов и аксессуаров смогут создать полноценный образ. В Рязани открылась сани-студия. Она расположена на Славянском проспекте, дом 3. Интерьеры вдохновят даже самых взыскательных гостей, ведь они созданы с любовью и большим вкусом. Желающих сделать атмосферные фотографии ждут пять неповторимых новогодних локаций, каждая из которых отличается размахом и продуманностью деталей. Крыльячка в деревенском стиле поможет создать теплые, уютные зимние фотографии, как в гостях у любимой бабушки или в загородном доме. Прекрасное дворянское крыльцо подойдет для фэшн-съемок и фотографий в роскошных нарядах. Детям особенно понравится побывать в гостях у Эльзы, где их ждет снеговик-непоседа Олаф и Ледяной Трон, а также познакомиться с очаровательными кроликами. Дополнит картина локации с уютным камином и стильными елками в синих и фиолетовых тонах. Сани-студия – это огромное количество локаций в одном месте, что позволяет воплотить самые смелые идеи, не тратя времени на переезды, а значит создать разнообразное красочное портфолио и примерить множество образов. Помимо новогодних интерьеров, гостей ждут более 10 тематических зон. Нежные розовые тона для воздушных невест, двуспальная кровать для чувственных образов, каменные стены и кожаные диваны для настоящих мужчин, а также роскошный интерьер в стиле стимпанк, богатые черно-золотые тона, современная кухня для легких утренних образов или страстных фотосессий с любимым. Сани-студия – это модные локации, современный дизайн и качественное оборудование. Декорации обновляются каждый сезон и к памятным датам. Ко дню всех влюбленных, Дню Победы, Первому Сентября, Хэллоуину и многим другим. Хотите дополнить образ стильными аксессуарами или тематическим нарядом? В Сани-студии огромная гардеробная. Платье и костюмы для взрослых и детей, модные современные и исторические модели. Также в Сани-студии вам помогут провести фотосессию под ключ. В команде есть стилист, который подберет прекрасный образ для съемок, сделает прическу и макияж, а штатный фотограф создаст живые и насыщенные кадры. Стоит отметить, что в распоряжении фотографа большой выбор освещения. Несколько софтбоксов, направленный свет и рампа. Также студия оборудована полноценными туалетными комнатами с душевыми кабинами. В Сани-студии можно воплотить в жизнь любые задумки. Она находится по адресу Славянский проспект, дом 3. Бронирование по телефону 8 900 910 02 28. Галина Кудряшова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Это были главные новости уходящей недели. На этом я с вами прощаюсь. Далее сюжет на правах рекламы. 22 декабря в Рязани у гипермаркета Европа 47 впервые пройдет новогодний фестиваль огня и света от арт-проекта «Вместе зажигаем» из Санкт-Петербурга. Огненное шоу под открытым небом по праву считается одним из самых динамичных видов искусств и в последнее время набирает огромную популярность во всем мире. В течение часа гостям фестиваля предстоит увидеть световые номера и огненное шоу со сложными трюками и элементами театрализации. Помимо зрелищной программы, гостей фестиваля будут ждать веселые конкурсы и интерактивы от ведущего, фотозона и волшебные светящиеся шары. Не пропустите! Новогодний фестиваль магии огня и света приедет в город впервые только на один вечер. Уже в субботу начало в 19.00. Площадка перед гипермаркетом «Европа-47». Мама спит. Она устала. В пробках два часа стояла. До работы далеко. Добираться нелегко. Каждый день ее я жду. Грустным не бывает, потому что мамочки мне очень не хватает. А папа наш пришел с букетом и сказал нам по секрету. Будет времени в запас. Переезжаем в Еврокласс. Это в центре. Здесь все рядом. Всей семьей мы очень рады. Хочешь стать одним из нас? Заселяйся в Еврокласс. Строительная компания «Зеленый сад». Предлагаем тишину и комфорт загородной жизни. Реализуем квартиру в новом жилом комплексе «Полянка» недалеко от Рязани в Полянах. Перед домом оборудована детская площадка. Имеется достаточное количество парковых мест. В шаговой доступности пруд, детский сад, школа, мини-маркет. Телефон 275555. Субтитры создавал DimaTorzok